Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и, как и всегда, преследуем одну задачу – разобраться в фундаментальном фоне, верно им распорядиться и, исходя из этого, построить те инвестидеи, которые впоследствии принесут нам доход. Поскольку впереди у нас выходные, мы традиционное напутствие, как и всегда, их нужно провести очень хорошо, друзья, потому что дальше на финансовых рынках будет еще жарче, мне нужны вы все с максимальной вовлеченностью, с хорошим настроем, потому что от того, с каким настроением вы будете торговать, в принципе, зависит исход и торговый результат этой активности. Ну ладно, с лирикой давайте покончим, перейдем непосредственно к тому, что складывается и происходит на финансовых рынках, и начнем с нефтянки, которая по бренду держится на отметке 57.95. Снова, возвращаясь к фундаментальному фону, я вынужден констатировать уход инвесторов от риска, бегство инвесторов от риска – это было ранее заметно очень хорошо в американском фондовом рынке, потому что американскую фонду очень часто называют лакмусовой бумажкой рыночных настроений. И вот по S&P я впервые, друзья, за долгое время поверил в то, что этот актив может снова вернуться к уровню 2800 пунктов. И, в принципе, я пока что этих надежд не теряю и уверен, что, например, при негативе сополей торговых переговоров США и Китая мы получим дополнительный фундаментальный триггер, который отправит секцию S&P именно к тому уровню, который был озвучен. Что касается общего восприятия риска, нефть – это рисковый инструмент. Разумеется, нефть, так же, как и прочие активы такого же формата, теряла. Ну, нефть в основном снижается, конечно же, из-за опасений, из-за темпы роста мировой экономики, которые сейчас, к ним очень много вопросов, потому что, что не важный отчет по еврозоне, по США, то сплошной негатив. И после того, как мы еще, в принципе, даже не отошли от минимальных значений за последние 10 лет по активности промышленного сектора, вчера вышли столь же слабые, ну ладно, не буду преувеличивать, не столь же слабые, но все равно одни из самых минимальных за последние месяцы значения по активности в сфере услуг уже американской экономики. То есть буксуют все сектора строительства, промышленности, сферы услуг. Ранее американская экономика была еще каким-то оплотом надежд, что, ладно, еврозона немного замедлила рост, но есть ведущий локомотив, который все вытащит. Но сейчас он также теряет обороты. И я думаю, что участники рынка после отчетов этой недели, и если сегодня, друзья, в 15.30, когда выйдут данные по Non-Farm Perils, они также укажут на слабость еще одного сектора американской экономики, будет очевидно, что нет смысла уже верить в способность штатов преодолеть риск рецессии, эту угрозу экономического спада и от нависшую тенью, либо таким грозовым облаком, перспективу глобального финансово-экономического кризиса, о котором я уже не раз говорил. Поэтому сегодня очень важный день для рисковых активов, для нефтянки. Если в итоге мы получим слабые цифры по американскому рынку труда, это будет еще один аргумент для того, чтобы сбрасывать со счетов возможности восстановления мировой экономики, ну и, разумеется, рассчитывать на какой-то порядочный спрос на углеводороды. То есть здесь все взаимосвязано. Поэтому у продавцов, конечно же, есть сейчас повод, есть фундамент, на который стоит опираться и отыгрывать эти короткие позиции. Еще и запасы, как вы помните, они указали на рост третью неделю подряд. И рост запасов, кстати, также является следствием более низкого спроса на внутреннем рынке. Это может быть отголоски завершенного периода сезона летних отпусков, то есть повышенного спроса на топливо со стороны автомобилистов. Но это также может быть и следствием явно затухшего промышленного сектора, которому не нужны прежние объемы углеводородов. Поэтому по тотальному фону я разделяю, наверное, позицию продавцов. Но в то же время складывается сейчас ситуация, на основании которой мы можем потерять фокус внимания и забыть о ближневосточных рисках, которые буквально две недели назад создали для всего рынка углеводородов совершенно новую реальность, когда котировки выросли больше, чем на 15%. Поэтому сейчас нефть локально восстанавливается. Я рассчитываю на то, что это переворот локальной тенденции. Если мы на следующей неделе сможем подхватить вот этот позитив, восстановление снова вернуться к 60 долларам за баррель, я более-менее успокоюсь. Но пока что, друзья, повторяю, что, наверное, мой расчет потенциального роста нефтянки, как и ранее, остается лично моим бременем, который придется оттянуть. Доллар иена 106.81. Здесь все происходит и складывается так, как нам нужно. Мы ставили на то, что доллар будет слабеть, и потому что ФРС анонсирует скоро еще одно снижение процентной ставки, и потому что это та валютная пара, которая позволяет нам через иену отыгрывать геополитические риски. Сейчас самый главный риск – это опасение за темпы роста мировой экономики. Вот, пожалуйста, доллар иена активно снижается, статистика разочаровывает. Вчера вышел отчет АСМ 52.6.56.4. Такими темпами уже через месяц будем снова ниже 50. Сегодня в 15.30 нонфармперлс и в 21.00 выступление Джерома Паула, председателя Федрезерва. По нонкам, друзья, не нужно обнадеживаться, то есть рассчитывать на какой-то прогресс и прорыв. Вы просто порассуждаете, что если промсектор на дне, если сфера услуг также активно снижается, ну как тогда американская экономика, где она могла создать достаточное количество новых рабочих мест и за счет чего? Если это, конечно же, не рисована будет статистика. Если полагаться на логику и здравомыслие, соответственно, котировки, скорее всего, доллара должны будут отреагировать на слабые цифры снижением. Ну и, разумеется, пара доллар-иена пойдет еще ниже. Золото на фоне слабости доллара должно выстрелить вверх. 1507 долларов за тройскую унцию. Сейчас очень интересной темой является напряженность в торговой сфере уже не только между США и Китаем, но и между США и Европейским Союзом после того, как США через ВТО согласовали возможность для себя установления повышенных тарифов по ставке 10% на воздушные суда. Это из-за конфликта с Аэрбасом. И, соответственно, еще и 20% ставка на продукты промышленных категорий и так далее. В общем, протекционизм Трампа, как я говорил несколько месяцев назад, очень быстро перекинется также и на европейскую экономику. Евро-доллар в связи с этим, друзья, будет снижаться. Сейчас котировки 1.0971. Мы добрались до уровня 1.10 вчера. Ну, два пункта не дотянули. Я говорил, друзья, если рынок даст шанс продать по такому уровню, нужно этот шанс будет использовать. Ну, надеюсь, что вы его использовали. По статистике вчера активность в сфере услуга по валютному блоку в целом и европейским странам снова заставляет нас переживать за будущее. По тарифам уже разобрались. Это рост торговой напряженности США. И в целом общее нежелание рисковать все это, в конце концов, через новые стимулы Европейского Центрального Банка, как инструменты борьбы с низкой инфляцией, замедлением экономического роста, отправят евро-доллар. Я надеюсь, в перспективе ближайших месяцев к отметке 1.08. И фунт против доллара. 1.2335 сейчас котировки. Фунт остается крайне волатильным. Ничего не стоит ему 100 пунктов прибавить, потом, собственно, и потерять. Джонсон вчера предложил альтернативу бэкстопа, которую, друзья, внимание, одобрил парламент. Это вообще какой-то парадокс и нонсенс, потому что парламент выступал против всех инициатив Джонсона. На этом фунт вырос, все стали ждать, как на эти предложения отреагирует Европейский Союз, Еврокомиссия в лице ТУСКО. Но тут что-то не произошло. Европейский Союз завернул в очередной раз это соглашение и дал Джонсону дедлайн срок 11 октября, когда у него есть возможность дать в качестве предложения то, что бы их устроило. Если нет, друзья, тогда будем готовиться к жесткому выходу. Я думаю, что уже можно закрыть глаза на этот дедлайн, он не будет выдержан и Джонсон не сможет прыгнуть выше головы. Соответственно, настраиваемся на выход без доступа к Единому Европейскому Союзу, Таможенному Союзу и серьезной распродаже британской валюты. Ну а сегодня все, внимание на Non-Farm Perils и конференцию Джерома Паула. Все это потенциальный риск для доллара. На этом все. Всего доброго, до свидания.